По сообщениям очевидцев, медработники скверно справляются со своими обязанностями. В маленьком помещении скопились десятки людей с температурой. Сам фильтр-бокс не проветривается, а в течение дня не обрабатывается. Как этого требует инструкция? Нет антисептиков. Одной девушке стало плохо. Медики не реагировали на жалобы. Тогда она вызвала скорую помощь. Скорая не приехала. Девушки вызывали скорую. Она говорит, может, еще реанимацию сюда вызовите. Пациенты, простояв весь день у порога кабинета врача, опасаются, что не успеют оформить больничный лист и рискуют потерять работу. Спрашивает меня никто не будет, по какому поводу. Я просто не поверю в эту фантастическую историю. Много сегодня молодой человек рассказывал, что он вчера полдня просидел в очереди. В 8 часов закрылась поликлиника, и он с утра пришел. И он где-то, наверное, в час, в 2 дня только прошел. История действительно фантастическая. Но иначе, как бардаком, обстановку в этой поликлинике назвать сложно. Равно как и найти ответы на вопрос, почему так происходит. В этом помещении, где находятся, по-моему, 2 терапевта, один стул. Вот у нас девушка в особо таком тяжелом состоянии. Вот она сидела на стуле, остальные все стояли. А мы попытались найти заведующую поликлиникой. У входа нас встретил пустой стол фильтр-контроля. Температуру никто не измеряет, антисептиком руки не обрабатывают. В нарушении закона СМИ нам попытались запретить видеосъемку в общественном месте. У нас съемка санкционирована в голову в общественном месте. Нам не требуется санкционироваться, согласен законам средств массовой информации. Насколько мне известно, все, что происходит в поликлинике, Вы немного ошибаетесь, это общественное место. Вы были в фильтр-буксе? Да. Видели, что там происходит? Люди там не пресечь не могут, не попить, не проветриваются, не обрабатываются. Антисептиков нету. Нет. У нас это антисептиков, у каких там нету. Расстояние не соблюдается. Сбок заходят и здоровые люди за анализами, и принимаются на моски люди больные. Все это в одном помещении, как Вы это можете объяснить? Ну, я уже человек маленький, я завхоз. Заведующая, да, Ольга Сергеевна, мне сказали, подождите, я через 10-15 минут приду, и буду решать Ваши вопросы, которые еще со вчерашнего дня были обещаны сегодня. И вот мы сидим там уже целый час, и теперь я пришла сюда, в этот кабинет, и никто не знает, где она есть, в заведующей поликлинике. А Вы качаете права завхоза. Удивительно, завхоз не имеет представления, как должен работать фильтр-бокс. Убегает вместо того, чтобы ответить на вопросы пациентов. Что происходит в этом медицинском учреждении, нам не ответил никто. Исполняющая обязанности заведующей поликлиники встретила нас так же агрессивно и попыталась вытолкать из кабинета. Дайте мы поработаем, пожалуйста. Ну, выталкивать-то не стоит, можно же везло как-то все это сделать. Ну, толкаться-то зачем? Не надо. Позвольте, толкаться. Толкаться. Ольга Сергеевна закрылась от нас на замок. Она выдержала осаду, прождав около часа. Мы ушли. Остается только жаловаться друг другу, звонить родителям и терпеть весь этот бардак. Ибо чиновники от медицины молчат. До Минздрава дозвониться вообще невозможно. Это надо опять же пешком брать туда и идти. Не берут трубки. Вот не берут и все. Ни горячая ледня, ни рядовые номера. Вообще никто. Этот рейд по фильтрбоксам наших медучреждений далеко не первый. И, по всей видимости, не последний. Очевидно, что, несмотря на весенние тренировки, руководство Забайкальского Минздрава подошло неподготовленным и ко второй волне. Софья Подшивалова, Юрий Житлухин, Николай Шенков, ЗАПТВ.